Эта история Леонида Млечен для тех, кому небезразлична наше прошлое. Но решительно все ждали, каким будет результат поездки экспертов Всемирной Организации Здравоохранения в Китай. Потому что всем хочется знать, ну по чьей вине или по какой причине мы мучаемся уже год с лишним и конца и края этому не видно. Делегация провела две недели на карантине, 12 дней работала и перед отъездом устроила пресс-конференцию, результаты которой порадовали, по-моему, только китайских хозяев. Всемирная Организация Здравоохранения – это специализировано учреждению ООН, созданное еще в 1948 году. И в задачу Всемирной Организации Здравоохранения входит координация действий государства и особенно работа в условиях эпидемии, когда нужны транснациональные усилия. И надо сказать, что с этой задачей, насколько мы можем судить сегодня, Всемирная Организация Здравоохранения не справилась. Она опоздала с оповещением о том, что начинается страшная эпидемия, она сама этого не поняла или боялась признать, что мы имеем дело с большой опасностью. Всемирная Организация Здравоохранения подвержена тем же проблем, что и вся система ООН, и все специализированные учреждения ООН. Это проблемы политические. Организации международные не могут, не смеют, не решаются спорить с политическими гигантами. Поэтому Всемирная Организация Здравоохранения на протяжении всего года с лишним более всего старалась не поссориться с Китаем, где возникла эта эпидемия. В год с лишним все требовали от ВОЗ, чтобы она отправила свою делегацию в Китай. И она пыталась. И год с лишним китайские власти отказывали. Под самыми разными предлогами они не пускали к себе международных экспертов. Бывало, уж договорились. С полдороги возвращали. И вот, наконец, когда уж год с лишним прошел, они разрешили этой делегации приехать. Какие версии существуют? Есть радикальное, что на самом деле вирус – это продукт создания современного биологического оружия. Биологическое оружие, которое раньше, в год моей юности, называли бактериологическим, создавалось давным-давно, хотя оно запрещено. В ход его пускала только императорская Япония, кстати, на оккупированных территориях Китая, который все 30-е годы пыталось захватить. И множество китайцев пострадало от этих болезней. Многие государства обвиняли в том, что они использовали биологическое оружие. Бывали случаи неприятные, когда вирусы, то ли рукотворные, то ли модернизированные человеческими руками, вырывались на свободу. Это все известно. Поэтому версия такая получила широкое распространение, и многие политические круги ее поддерживают. Есть обратная версия, предложенная китайцами. Что да, это, скорее всего, биологическое оружие. Только не мы его создали американцы. И рассказывали китайские официальные лица, что незадолго до того, как возникла вспышка болезни в Ухане, приезжали американские военные спортсмены. Да так плохо выступали, что стало ясно, что они не профессионалы. Вот они-то и были военно-биологами, которые запустили в Китай, с которым Соединенные Штаты находятся в состоянии постоянной конфронтации биологическое оружие. А есть другие версии, что вирус изучался или модернизировался в лабораториях. И в том числе в Ухане. Там находится лаборатория, занимающаяся различными вирусами. И по случайности, по ошибке, по недосмотру, по чему-то прегрешению вырвался вирус на свободу. Ну и версия, принятая большинством профессиональных вирусологов, это что вирус носит естественный характер. Он перешел от полюбившейся всем теперь летучей мыши к человеку, но через какого-то посредника. И биологи большинство полагают, что это какое-то мелкое млекопитающее. Но какой? Вот это важнейший вопрос, который их волнует. И где, и когда это происходило? Эксперты Всемирной организации здравоохранения, в состав которых входили и китайские эксперты, которые работали под бдительным присмотром китайских властей. По этой части китайцы не знают себе равных. Сообщили, что они отвергают версию об искусственном происхождении вируса и крайне сомневаются, что вирус мог вырваться из Уханьской лаборатории. И у них спрашивали, почему вы так уверены? Они отвечали, мы там побывали. Там такие протоколы соблюдения безопасности, что ясно, что там никакой ошибки произойти не могло. Но надо сказать, что в разных лабораториях случались такие выплески биологического оружия. Всякий раз там протоколы были замечательные, системы безопасности невероятные. Тем не менее, это происходило. И, конечно, такая уверенность, выраженная экспертами Всемирной организации здравоохранения, сразу же вызвала достаточно раздраженную реакцию. Не только у политиков, которые уверены, что Китай виноват, но и у профессионалов-вирусологов, которые не так уверены, что стопроцентная надежность в Ухане существует. Самое главное другое, что представители Китая твердо уверены, что на самом деле вирус возник не у них, а вирус возник где-то в другом месте земного шара, а в Китай попал замороженный пищей. И на этой самой пресс-конференции, когда отчитались представители Всемирной организации здравоохранения, оптимистично сказали, что они продолжат свои исследования, китайские представители сказали, что, конечно, надо продолжить. Но китайская глава завершена, китайская часть закрыта, в Китае уже все изучено. Теперь надо изучать место, где в самом деле возник этот вирус, а это точно за границами Китайской Народной Республики. Надо отдать должное китайцам в смысле пропаганда, а не действительно пропаганда, работа с общественным мнением, массированной пропаганды, они действительно сегодня не знают себе равных. Из этих слов можно сделать вывод, что продолжить исследование территории Китая, где, по мнению абсолютного большинства ученых-вирусологов, и возник этот вирус, и произошла его передача к человеку, не предвидится. Это значит, что в ближайшее время мы не получим ответа на вопрос, по чьей вине и по какой причине мы уже год с лишним мучаемся и будем еще мучиться. А это относится к нюдь не исторический характер. Интересует не только нас с вами, бесконечно изучающих историю. Интересует не только нас. А интересует еще и весь мир не только потому, что хотелось бы узнать, кто во всем виноват, но и потому, что это дало бы ответ на важнейший вопрос. Откуда ждать новые беды? О новых пандемиях, о новых эпидемиях профессиональные вирусологи говорят постоянно. Ну, а мы с вами будем следить за тем, что происходит, поскольку это жизненно важно для всех нас. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok